добрый день Евгений очень интересует размножение хвойных в домашних условиях спасибо размножение хвойных домашних условиях очень интересный вопрос и он на пятиминутное видео как бы не тянет вы понимаете размножать хвойные домашних условиях я вам скажу очень трудно вы можете взять довольно много хороших семян да они у вас зайдут но среди обитания то и в домах квартирах на подоконниках это нереально я сам размножал их поставил по 11 по 12 ящиков в доме где они всходили довольно таки прекрасно а потом все падали а в каждом ящике находилась в районе 3-4 тысяч семь то есть это загубленные семена и то есть то есть размножать хвойные домашних условиях это ну надо постоянно следить за ними здесь важно сухость воздуха влажность воздуха вода который вы поливаете потом грунт в котором вы выращивать будете тут очень много свет как падает опять же мы все люди вы ставите обычно это на подоконник как я это делал под батарею опять вы убавили отопление прибавили отопления вам комфортно должно быть жить самому правильно а то что растение там это уже все равно второстепенно идет поэтому мы проверяем только схожесть схожесть семян домашних условиях а потом уже высаживаем высеиваем все в грунт высеем в грунт и там она идет в обычной среде и довольно удачно получается это все и но нюансов тоже очень много поверьте видео я скорее всего скоро сниму по многочисленным просьбам как вы сеете как вы посеваете ну поверьте мне чтобы вырастить вам надо на мне надо вернее находиться рядом с вами постоянно то есть да если вы посеяли то до августа месяца пока 7 не окрепнут это надо находиться постоянно так двух словах не расскажешь там просто чуть ли не ниже честно опять же когда все это полив очень важно поливать равномерно очень там даже схема полива для семян однозначно не такая как ей и схема с каждым годом мы это надо видеть мне например землю он видите как когда поливать когда не поливать я вам могу рассказать что мы там поливаем тому вот посеяли заливаем это полностью нормально проливаем все право опрыскиванием а потом когда всходит мы не поливаем но это опять же время сроки каждый год обычно разные а в домашних условиях вы вообще там трудно угадать у вас сходят семена и там уже практически полив должен у вас прекратиться понимаете семя взрослого но запустила корень туда если у вас переувлажнения то не каждый вид выдерживает переувлажнения грунта проветривание должно быть постоянное то есть и желательно естественное проветривание и жирательно естественный свет ставить лампы и растаживать тоже не вариант я думаю я на этот вопрос ответил ну по домашнему разведению домохвойных домашних условий это нужно поддержание постоянной температуры первое я так считаю постоянное поддержание влажности постоянное проветривание где-то надо открыть где-то закрыть то и следить за ними постоянно можно вырастить там 20 штук например на выращивание вообще если таким плотным объемами заняться но это очень трудно опять же должен быть грунт грунтом по добром специальный я этим сейчас не занимаюсь и даже не хочу вас научка вот этим заниматься я понимаю удобно да вы посадили у себя на подоконнике семена они взошли вы доращиваете но вас считайте период вегетации возрастает до 9 месяцев ну чтобы они не начали падать после всходов у вас вам нужно вот этот момент как бы очень внимательно за ними следить то есть момент самый главный важный когда силе вы можете высаживать вы посели например там в какую-то тару поставили ждете пока взойдут зашли семена затем за ними надо ухаживать очень аккуратно и проветривать постоянно то есть все это надо делать постоянно в общем следить за ним как только они начнут падать вы их не удержите уже понимаете вы удержите там я помню у меня взошел полный ящик ели голубой и она была настолько голубая даже семян мы сажаем в грунте она сначала идет зеленая потом голубей а здесь сразу пошла голубая и я так был рад к сожалению я так и не уберег их из ящика в ящике было около 4000 осталось около не соврать 150 штучек они кстати высажены до сих пор растут прекрасные кстати цвет не поменяли но это все это очень трудно и натяжно лучше так постепенно сажать в грудь и в грунт черенкование дома тоже там под вопросом очень все там туманно накрыть пакетом показывают во многих видео это не вариант я вам сразу говорю и забыть или поставить под батарею как в одном видео я видел такие палки вырезали поставили под батарею и точенковали тем более и но это профанация чистая поэтому я советую вам если вы хотите вырастить там 20-30 я не скажу что в домашних условиях вообще нельзя вырасть можно и первые свои 22 туи я вырастил на подоконнике так я за ними следил буквально каждый час каждый день каждый это это было туя восточной которой но самая неприхотливая книжка да и за диктую у меня осталась одна это ее обрезал сделал шариком то есть остальные все конечно же скупили распродалась красивых были деревья как помню да но я посадил ее осенью она к весне уже было сантиметров 20 потом я пересадил ее в грунт и довольно таки хорошо все пошло но я сажал в одну в одном то есть контейнере все 22 штуки там было больше погибло еще штучек 10 ну я так посадил просто для себя пробовал а сейчас мы сажаем просто да в контейнер посыпали семена по проверили схожий как они взошли процент схожести то есть и все главное что не всходит обязательно весной у нас в грунте они зайдут все домашних условий я сразу говорю для себя можно до помучиться опять это методом проб и ошибок она может в одной комнате расти в другой нет вы поймите это все спасибо я думаю но это мое личное мнение я никого не заставляю там отказываться от этого тем более люди я знаю что выращивают и довольно таки успешно такие объемы у нас побольше поэтому выращивать домашних условиях вот мы сделали теплицу да один год в ней выращивали сейчас будет чисто черенкование там и решу что за черенкую как раз вот сейчас феврале я буду черенковать кстати сейчас будет вопрос про черенкование в следующем видео я думаю я включу все спасибо всего доброго до свидания с вами была гений филимонов и питомник у меня от Ори.